Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Гость в студии». Сегодня наша передача будет посвящена теме семьи, году 2024, который объявлен тоже годом семьи. И поговорим, как семья взаимодействует со школой и образованием, и как они вообще между собой связаны. И на эту тему мы будем разговаривать с нашим сегодняшним гостем, директором Департамента воспитания, дополнительного образования и социализации детей Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, Марина Николаевна Алексеевой. Марина Николаевна, здравствуйте! Как ваше сегодняшнее настроение, как ваши дела? Прекрасно! Настроение прекрасное. Я думаю, что с позитивом идем в будущее, в текущую рабочую неделю. Марина Николаевна, вот только что закончился год педагога и наставника, а следом за ним сразу год семьи. Ну, не просто так, наверное, такое совпадение, что они так близко друг к другу находятся, и школу мы вообще всегда называем второй дом. Вот как вам кажется, неспроста так случилось, что после года педагога и наставника год семьи идет? Ну, мы абсолютно согласны с этим утверждением, что это действительно неспроста, и плавный переход из года педагога и наставника, который, как было отмечено нашим губернатором-президентом, он не закончился, а лишь определил основные перспективы развития, да, и вообще поддержки учительства. Он перешел в год семьи, потому что для системы образования это действительно всегда было единым целым, и всегда тема семейного воспитания была очень актуальна. Ну, наверное, она и будет всегда актуальна, просто в какие-то периоды временные, да, какие-то вопросы стоят более остро, какие-то вопросы менее. Ну, в качестве примера могу привести, что когда речь идет о воспитании ребенка в школе, да, то первое, к кому мы обращаемся, это действительно к родительскому сообществу, потому что основной фундамент вот этих семейных ценностей, традиций, да, культуры закладывается именно внутри семьи. А педагог здесь уже является таким проводником, да, в мир, в процесс воспитания, да, то есть координирует какие-то вопросы и создает какие-то определенные условия, в том числе помощи, если вдруг у родителей возникают какие-то проблемные вопросы. Да, вы уже сейчас затронули тему того, что школа, педагоги, они неразрывно связаны с семьей. Вот какая роль в поддержке семейного воспитания у школы и вообще вот у педагогов, и как вот помогают школы, вот правильно, может быть, как-то направить родителей, детей в нужное русло? Ну, на самом деле тоже достаточно много форм, да, взаимодействия, и здесь семья и школа выступают такими самыми главными, ключевыми социальными партнерами. И когда это партнерство налажено, то, в принципе, результаты, они говорят сами себя, когда ребенок становится успешным, активным, позитивным, да, человеком с большой буквы, который действительно любит свой дом, свое отечество, и, в общем-то, создает для себя и вокруг себя такие положительные эмоции. Ну, самой главной формой, наверное, взаимодействия, да, в образовательной организации является родительское собрание, когда действительно, да, это не только монолог учителя, но и некое взаимодействие родителей и учителя, педагога, классного руководителя по решению каких-то вопросов, выработке каких-то конкретных решений для движения вперед. Самые, наверное, это часто распространенные, действительно используемые формы. Плюс для того, чтобы выстроить вот эти тесные социальные партнерства, да, внутри школы и семьи, используют такие формы, как, ну, например, семейные, да, отчетные какие-то мероприятия, когда дети в какой-то нестандартной форме показывают свои достижения, которые есть обязательно в образовательной организации. Безусловно, такой формой доверительных отношений с классным руководителем является, ну, что-то вроде телефона горячей линии, когда в определенное время, да, договоренность с классным руководителем, можно позвонить любому родителю и получить какую-то действительно педагогическую помощь, педагогическую консультацию. Потому что, вот, самое, наверное, главное, да, что у педагога есть в руках какие-то методики и технологии, которых, может быть, нет у родителей. И не всегда вот этот огромный пул, там, педагогов-психологов, социальных педагогов, да, внутри семьи здесь сейчас может оказать какую-то помощь. И вот для того, чтобы родители могли это делать, вот как раз такие педагогические консультации, они действительно могут приносить соответствующую пользу. Ну, согласитесь, что нет ничего более правильного, чем совместные какие-то мероприятия, совместный труд. Это как раз то, что объединяет всех, родителей, педагогов и детей. Поэтому это ещё одна история, ещё одна форма, которая всегда была и остаётся популярной. Ну, в младших школьниках это, например, та же проектная деятельность, которая, безусловно, делается в триедином, да, в таком союзе. Это школа, ребёнок сам и семья, да. Ну, чуть дальше, наверное, какие-то другие исследовательские, научные, проектные, творческие вещи, они тоже вот совместно объединяют. Ну, и то, что всегда есть, было и останется, это культурно-досуговая деятельность, которая тоже всегда объединяла школу и семью, да, школу как некий социальный институт. И здесь здорово, чтобы действительно экскурсии не сводились только, когда идёт класс и классный руководитель, а чтобы это были действительно такие культурные события, которые объединяли семью, классного руководителя, педагогов и, соответственно, детей. Ну, и различные творческие мероприятия, которых в год семьи будет огромное количество, ну, и всегда, наверное, внутри образовательной организации, внутри каждого класса тоже было достаточно много. Ну, наверное, в этом году мы бы подчеркнули их особенно ярко, да, для того, чтобы действительно тему семьи, семейных ценностей поставить на такой более высокий пьедестал приоритетов. Да, вот вы сейчас тоже сказали, что очень много мероприятий было и будет, я вот тоже вспоминаю свои школьные годы, у нас вот всегда был обязательно концерт на 8 марта, на День матери, там какие-то семейные обязательно встречи, родительские собрания, всегда на все вне классные мероприятия приглашают родителей, и их вот и раньше было много, а вот с наступлением 2024 года, Года семьи, наверное, будет ещё больше, вот вообще какие запланированы уже, и понятно, что вот они точно будут в мероприятии у нас вот в регионе, посвящённом году. Ну, во-первых, у нас есть федеральный план, который утверждён Голиковой Татьяна Алексеевна. На основании этого федерального плана, безусловно, сделан уже региональный, но Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области не могло выделить особый акцент в своей деятельности, поэтому на уровне нашего министерства есть также, ну, такой объединяющий, да, вот выше названные три плана, план мероприятий, план образовательных событий, посвящённый Году семьи. Мероприятий, которые вошли в этот план, более ста, да, и хотел бы отметить, что действительно многие мероприятия стали для нас уже традиционными для нашего региона и для системы образования, но достаточно серьёзный пласт мероприятий посвящён в том числе, ну, таким обучающим, да, мероприятиям. Это и родительские семинары, это родительские форумы. Самый ближайший, кстати, в мае пройдёт в Педагогическом университете, куда также будут приглашаться родители не только Ульяновской области, но и близлежащих, да, регионов. У нас также пройдут мини, да, такие форумные мероприятия для родителей, которые пройдут под флагом наших советников по воспитанию для того, чтобы тоже вот объединить. То есть ещё раз повторюсь, что будет очень много мероприятий, связанных именно с обучением, да, педагогическим таким вкладом для того, чтобы родители понимали, какие технологии, какие методики, как можно это применять внутри семьи. Безусловно, ещё отдельный блок мероприятий — это различные фестивали, это и фестивали семейного туризма, это и фестивали за здоровый образ жизни, это фестивали, посвящённые вообще хобби семьи, то есть то, что, собственно говоря, будет объединять все возраста в каждом доме. Естественно, есть и конкурсный, да, блок мероприятий, который тоже, наверное, выделен отдельно. Это и мероприятия, в которых будут принимать участие дети, а родителей мы приглашаем как некую группу поддержки, а также и конкурсные мероприятия, которые будут связывать и детей, и родителей. Кроме того, буквально скоро мы запустим ещё один региональный конкурс, посвящённый лучшему родительскому школьному комитету, где также предложим родителям показать наилучшие, самые яркие какие-то практики свои, и взаимодействия внутри школы, самые яркие события, и попробовать решить в том числе педагогические кейсы, да, и потом их сравним, как бы то же самое сделал педагог, но после этого уже, наверное, проведём какие-то такие тоже обучающие вещи. Поэтому мероприятий очень много. План в самое ближайшее время появится, утверждённый министром на сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, с датами, с названиями, поэтому можно будет видеть, да, и, соответственно, принимать участие. Ну и, естественно, в муниципальный орган управления образования данный план тоже будет направлен. То есть родители могут зайти на сайт и узнать о всех этих мероприятиях, и также в школах им тоже будут говорить, вот можно поучаствовать и принять участие в фестивале. И вот я знаю, что будет ещё, уже идёт проект «Всей семьёй». Давайте немножко про него поговорим. Что это вообще за проект? Можно ли в нём ещё поучаствовать или уже всё? И вообще, как вот, что это вообще за конкурсы? О чём он? О чём он? Ну, на самом деле, проект имеет несколько уровней своей реализации. Проект федеральный, и мы подключились к нему в конце декабря. Для нас это тоже было очень знаково, как раз вот возвращаясь к началу нашего диалога, что не завершая год педагога и наставника, мы открыли этим проектом год семьи. И в федеральном проекте, на самом деле, в федеральный проект можно войти с любой точки, буквально вот если семья приняла решение, то можно сделать уже сегодня. Хотя какие-то предварительные результаты подводятся в конце каждого месяца, там есть приятные бонусы, небольшие призы. В конце будут хорошие призы, это будет разыграно 100 путёвок по Российской Федерации для семей. Мы очень надеемся, что наши ульянские семьи войдут в это число. Так вот, принцип её на самом деле прост. Семья, зарегистрирующаяся на сайте всейсемьёй.рф, получает каждую неделю определённые задания. Ну, на самом деле, задание направлено на то, чтобы объединить семьи. На Новый год это было наряди всей семьёй ёлку, сходи всей семьёй на каток, посети кинотеатр. То есть, сделай пельмени всей семьёй, поделись своим рецептом. То есть, то, что действительно может объединить все возраста, и то, что реально можно сделать, увеличив время общения внутри семьи, что самое важное для нас. Ну и, естественно, опубликовав это в соцсетях на своих страничках. С хэштегом всей семьёй и хэштег всей семьёй 73. И вот по таким активностям наши родители, наши семьи получают определённые бонусы. Вот за декабрь, несмотря на то, что мы присоединились 20-го, 18 семей уже получили такие приятные бонусы. Надеемся, что 27 января будет подведение очередного месяца активностей. Таких семей будет намного больше. Естественно, что мы не могли дополнить региональные составляющие этот проект. Поэтому с 1 января 2024 года в федеральный проект всей семьёй мы включили ещё один модуль. Это региональный, ещё раз повторюсь, компонент. Фестиваль, квиз-фестиваль, где также родители получают определённые задания на первом этапе. Он проходит в четыре этапа. Сначала внутри каждого класса или группы в детском саду. Второй этап внутри школы или детского сада. Третий этап муниципальный. И четвёртый – это уже региональный. Региональный мы планируем подвести итоги 1 июня, в День защиты детей, таким большим региональным мероприятием, которое называется Хобби-парк. Пройдёт он на территории нашего дворца творчества детей и молодёжи, где мы выделим три самые активные семьи по трём номинациям. Это семья самоувлечённой, которая поделится своим хобби. Вторая семья, которая поделится своими культурными традициями. И семья, которая презентует свой здоровый образ жизни, как они к нему идут, как достигают и так далее. Вот буквально последняя неделя февраля пройдёт завершающая стадия первого этапа. Внутри каждого класса, каждой группы в детском саду пройдут, подведутся первые итоги. Мы очень и абсолютно уверены, не только надеемся, но уверены, что каждую семью отметит и классный руководитель, и воспитатели в садике. И класс выберет как раз три семьи по трём направлениям, которые будут презентовать уже на уровне своей образовательной организации. А вот второй этап, мне кажется, для семей будет и сложным, и интересным, потому что если первый этап, они всё делают внутри семьи, то второй этап, когда они уже должны будут проводить совместно с классным руководителем мероприятия с классом или внутри школы, то есть такие общешкольные события организовывать, тем самым проявить и свою, наверное, активность, и умение организовывать коллектив, не только, ещё раз говорю, маленький, свою семью, но и целые классы. Мне кажется, это тоже очень правильная история, потому что сильный родительский комитет в школе и в классе — это тоже огромное подспорье для того, чтобы нашим детям было комфортно, уютно и складывались такие доверительные отношения внутри школьного коллектива. И вот возвращаясь немножко про проект «Все с семьёй», как в него можно влиться? То есть ты просто выкладываешь какие-то посты в социальных сетях или надо где-то регистрироваться, и что за семьи могут в этом участвовать? Любые или какие-то вот обязательно многодетные? Нет-нет-нет, проект «Все с семьёй» — это проект для всех семей Российской Федерации, ну и Ульяновской области, если мы говорим о региональном компоненте. Для того, чтобы стать участником, нужно действительно зарегистрироваться, пройти «Все с семьёй» прямо в любом поисковике, набрать «Все с семьёй.рф» и нажать кнопку «Участвовать». Дальше, в общем-то, ответить на вопросы, и дальше вы автоматически становитесь участником данного такого федерального события. Ещё раз повторю, что нет границ к участию, можно войти в любой точке. Как минимум, каждый участник получит, во-первых, бонусы, которые, ну, они очень подробно прописаны на этом сайте, но минимум — это и литература, которую можно будет бесплатно взять с Литрес, это комплект раскрасок для детей, которые можно тоже как бы раскрашивать всей семьёй, и это позитивное и такое мотивирующее время, которое можно будет провести всей семьёй, выполняя те или иные задания. Те родители, которые уже включились, те семьи точнее, они действительно говорят, что каждое следующее задание уже ждут, потому что научились уже и петь, и печь, и кататься там на ватрушках, если даже когда-то ты этого не делал, но так как ты же должна ребёнку какие-то вещи личным примером показывать, поэтому каждое следующее задание — это действительно такая интересная семейная история становится, которую каждая семья проживает по-своему, но главное — с позитивом. Вот про литературу вы затронули тему, и немного до этого говорили про то, что очень много мероприятий будет посвящено воспитанию и педагогике. Как вам кажется, почему сейчас такое большое внимание уделяют именно воспитанию детей, очень много рассказывают, как правильно это всё делать, как правильно говорить, как правильно хвалить, как правильно ругать, и вот на это очень большой идёт упор. Ну, во-первых, хотела бы на этот вопрос ответить следующим образом, что тема воспитания, ещё раз повторюсь, она всегда актуальна, но факторы, которые, да, вот события, которые мы проживаем, они, безусловно, делают какие-то моменты более значимыми, острыми, необходимыми. Мы понимаем, что на сегодня, например, наши дети подвержены огромному воздействию в сети интернет различных негативных факторов, в том числе, которые, ну, дискредитируют нашу историю и наши традиционные ценности. Поэтому, наверное, это как один из элементов в 2023 году в закон об образовании Российской Федерации воспитание выделено отдельным, да, понятийный аппарат введён и выделено отдельным блоком. И сегодня воспитание для школы — это не только внеклассные мероприятия или какие-то внешкольные мероприятия, это и сам учебный процесс. То есть внутри урока, внутри образовательной деятельности происходит тоже процесс воспитания. То есть внешние факторы, они влияют и на то, как развивается система образования и, ещё раз говорю, делают какие-то вещи более острыми. Поэтому сегодня действительно очень много проходит в том числе мероприятий, обучающих для родителей, как реагировать, например, на какие-то информационные, да, агрессии, да, для того, чтобы это, ну, скажем так, не вызвать конфликтные ситуации внутри с ребёнком и в то же время научить его правильно, да, читать соцсети, правильно реагировать на это. А главное — сохранить и приумножить те самые наши культурные, духовные, нравственные традиции, которые были и всегда будут в Российской Федерации. Вот из тех мероприятий, которые запланированы на 2024 год, есть какие-то вот мероприятия, которые пропустить точно нельзя? Вот обязательно нужно идти, там будет интересно, полезно. Вот если какое-то другое пропустишь, ну, ничего страшного, а на это нужно идти точно. Ну, мне бы не хотелось прям отдельно какие-то мероприятия сделать, потому что тот перечень мероприятий, который сейчас и будет выставлен на сайте, представлен в плане, все мероприятия действительно интересны, и, наверное, каждая семья выберет для себя что-то, да. Если сейчас семья уже вошла в процесс всей семьёй, а мы рассчитываем и очень надеемся, что внутри класса не останется ни одной семьи, которой бы классный руководитель не сказал, ну, спасибо за определённый момент, то есть включённость должна быть стопроцентной. Поэтому, безусловно, хобби-парк, о котором я говорила 1 июня, мы надеемся, он станет для всех таким важным, интересным и красивым событием. Различные слёты, которые будут проходить с родителями, это уже, что называется, по интересам, кто-то в туризме, кто-то в культурных каких-то событиях, здесь уже каждая и семья, и дети выберут, да, соответственно. Плюс у нас будут проходить общие региональные родительские собрания, все они будут иметь тоже определённые тематики. Мне бы хотелось пригласить родителей участвовать в каждом, даже наше родительское собрание называется «экспертное мнение», потому что там выступают не только эксперты, да, со стороны педагогического сообщества, мы приглашаем в том числе и представители там и МЧС, и полиции, и так далее, для того, чтобы тоже какие-то вещи обсудить. Но и сами родители могут задавать вопросы для того, чтобы действительно состоялся диалог и состоялось то самое экспертное мнение, которое бы дальше позволило выработать правильные решения. Поэтому, безусловно, есть какие-то реперные точки. Ну да, кстати, хотел бы ещё всех пригласить участвовать в конкурсе, который мы запустим, да, родительских школьных комитетов, потому что это тоже, мы очень надеемся, что от каждой школы будут представители-участники, потому что в каждой школе родительский комитет есть, и есть точно чем поделиться для того, чтобы подсмотреть, наверное, какой-то интересный опыт у другого и потом его преломить уже на свою образовательную организацию или на свой класс. Поэтому мы приглашаем участвовать во всех мероприятиях. Каждый выбирает уже просто, насколько где ему ближе, интереснее, познавательнее, и что можно взять для себя положительным. На ваш взгляд, итог после всех мероприятий, которые можно посетить, получить знания, поучаствовать вместе с семьёй в различных творческих каких-то мероприятиях, какой итог после этого всего должен быть? Вот глобально так вот всей страной мы в это вольёмся, и что из этого получится? Я абсолютно уверена, что 31 декабря 2024 года год семьи не закончится, так же, как и не закончился год на педагога и наставника. То есть, когда определяют тему года, это как раз, ещё раз говорю, в этот момент данную тему просто выделяют особой из множества тем, которые действительно можно рассмотреть. Поэтому абсолютно уверена, что будет продолжение, и какие-то прям точки, итоги ставить будет невозможно. Но точно, что мы ждём, это то, что активность социальная, положительная среди родительского сообщества станет больше, и мы действительно получим такую синергию, когда объединится ещё сильнее школа и семья для того, чтобы наши дети становились более сильными, более свободными, уважающими свою страну, свою семью, и ценили то самое, что всегда было, наша традиция, нашу культуру, сохраняли её и приумножали. Вот это то точно, что мы ждём, но окончание, точки не будем ставить, только многоточие. Конечно, я думаю, что семья будет, она всегда существовать, и всегда будем двигаться к развитию, к любви, к счастью. Вот сами семьи, которые уже как-то начали участвовать в проектах, или которые вообще в целом активно участвуют в школьной жизни, воспитании ребёнка, вот они что говорят про такое масштабное, большое количество мероприятий, как они вообще реагируют, отзываются? Ну, я думаю, что сейчас ещё только набирает обороты количество мероприятий, но даже в январе на каникулах, когда все находились, и несмотря на то, что январь нас первая, его часть в том числе тоже порадовала сильными морозами, потому что даже несколько мероприятий пришлось отменить, хотел бы сказать, что родители те мероприятия, которые проходили, многие школы не отменяли, то есть по возможности, если была возможность, родители приходили, пришло достаточное количество родителей на эти мероприятия, в том числе и на уличные, потому что интерес к тому, чтобы стать участником этих событий, он достаточно велик. Единственное, что нам бы очень хотелось, что есть всё равно категория очень активных родителей, которые и так всегда во всём принимают участие, нам бы хотелось, чтобы вот эта активная часть родительская ещё своим примером, в общем-то, привлекла и, может быть, не самую активную часть родительского сообщества, и плюс привлекли семьи, у которых есть трудности в воспитании, это и семьи, находящиеся в сложных, в социально опасном положении, то есть нам бы очень хотелось, мы верим в это, что в год семьи вот эта часть детского населения, и часть этих семей тоже не останется без внимания за счёт вот такого позитивного активности, включённости других членов родительских комитетов, родительских и семей внутри класса. Ну, я думаю, что действительно такие цели будут достигнуты, и родители будут всё больше и больше включаться в жизнь школы, в жизнь своего ребёнка, и будут сплочаться. Я надеюсь, что все мероприятия, которые запланированы, они состоятся, и они действительно помогут этому всему свершиться. Спасибо. Спасибо большое, что были с нами. До свидания, до новых встреч.